Благодаря аннексии Крыма площадь России увеличилась аж на 0,16%. А финансовая нагрузка на бюджет в виде безвозмездных вливаний в полуостров на 200 миллиардов рублей в год. У нас доход бюджета вырастает, дефицит минимальный, но лишних денег нет. Тем не менее, россияне, которые так радовались тому, что оттяпали Крым, почему-то ездят отдыхать на курорты Краснодарского края, Египта и Турции. Отдыхать в Крым граждане РФ отправляют детей из Белгорода. По всей видимости, чтобы они привыкали ко взрывам. Но власти успокаивают родителей тем, что в детских лагерях есть бомбоубежище. Вячеслав Гладков бодро репортует о строительстве укрытий для детей, отдыхающих на полуострове. В лагере детям рассказывают про полную сюрпризов жизнь. Наша жизнь полна неожиданностей и сюрпризов. Все вы понимаете, да? Всем из Белгородской области время сложное, поэтому мы должны быть максимально готовы к разным ситуациям. Однако на болотах все же встречаются особо одаренные уникумы. С врожденным отсутствием чувства самосохранения, которые выбирают отдых в Крыму самостоятельно. Давайте откроем матрешку и посмотрим, как это выглядит и сколько стоит такой экстремальный досуг. Ну ты бакалажан точно, ты псих. Тебе пора к врачу лечиться. И думаю, русский врач здесь уже не поможет. С чего начинается отпуск экстремала? Правильно, с дороги. В Крым вот уже третий год можно доехать поездом, автобусом или автомобилем. Красивый новый аэропорт в Симферополе с 22-го года не работает. Да и ладно. Атаки дронов и прочих беспилотников все равно не дали бы совершать полеты по расписанию. Ты руку подними. Нет, только выше, 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 выше. Вот, 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 вот так вот. А теперь вот ее резко брось, не слескажи. Ну и... Есть! Железная дорога – прекрасный выбор. Всего каких-то двое суток по жаре в вагонах со стойким запахом пота и вареной курицы, и вы на месте. Поезда прибывают и в Симферополь, и в Севастополь. Несколько даже идут в Евпаторию. А во всем остальном – засада. В Ялте и на всем южном берегу Крыма ЖД-сообщения нет. Все-таки рывок сделан. Благодаря вашей поддержке и поддержке правительства реализованы крупные инфраструктурные проекты. Как бы ни было, глубинный народ, ну, очень гордится тем, что по Крымскому мосту ходят поезда. Нужно только быть готовым к тому, что пассажиров и багаж проверяют при посадке на месте отправления. А при сигнале воздушной тревоги придется ждать перед мостом. Или нестись на всех парах, если сигнал застал на мосту. Веселое и занимательное начало отдыха. Как в кино. Морг сгорит! Уроши мост, подожгли! Успеем! Подробуем, сынок! Можно поехать отдыхать в Крым и на своем автомобиле. Например, через тот же дважды подорванный, но по-прежнему тщательно охраняемый мост. Это современная, не имеющая аналога в мире – защита Крымского моста. От надводных и подводных беспилотников. Мост защищен. Твердо и четко. Естественно, перед мостом проходит досмотр автомобиля. Что такое досмотр? Это когда надо взять все вещи из багажника и салона, пронести через рамку и пройти самому. А еще открыть все, что скажут. От бардачка до капота. Осматривают также днище и салон. Незабываемый процесс. Перед Крымским мостом шмонают машины. Не снимай, сейчас нас поярли. Также в Крым можно попасть в объезд по северному побережью Азовского моря. Через Мариуполь, затем Бердянск и Мелитополь. С блокпостами, танками на соседней полосе. И ни с чем не сравнимым чувством, что вот сейчас прилетит. Итак, 530 километров. От Ростова-на-Дону до Джанкоя. Сколько прилетов-то сюда было. Посмотри, каждое здание разрушено. Вагоны горели. Пройдя квест с дорогой, перед россиянином встает вечный вопрос выбора. Или поселиться там, где дороже, но прилетает реже. Или там, где дешевле, но летит на регулярной основе. Надо подумать. Кафе-бар я загоню. Можно выбрать для отдыха южное побережье Крыма. Здесь атаки бывают редко. В Ялте и Судаке пока вообще не было. А Алушта только в мае впервые попала под обстрел. Практически тишь да гладь. Практическая боевая работа показывает, что ПВО России отновидно участвовали. Можно поехать на прекрасные пляжи Оленевки или к мысу Тарханкут. Если, конечно, они напрягают атаки без экипажных катеров и морских дронов, которые случаются здесь с завидной регулярностью уже второй год. Здесь нет никакой новизны. Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли. Симферополь, по которому прилетела в мае 24-го, выглядит привлекательней Феодосии. Ей достается чаще. Но после того, как из порта вывели военные корабли, есть шанс, что городом будут интересоваться меньше. Но это не точно. Вы сказали, что я, видимо, не ждал. Нет, как раз наоборот. Я как раз и ожидал именно такой реакции. На первом этапе. Около Керчи есть множество замечательных поселков с песчаными или ракушечными пляжами. Там тихо и спокойно. Насколько это возможно, когда рядом находится переправа? Керчь, потому что там Крымский мост находится. И чисто в теории, возможно, что кто-то будет атаковать мост, да, там и там будет срабатывать ПВО. Но в самой Керчи конкретно не было зафиксировано никаких проблем. Ну, возможно, если будет что-то лететь в Керчь, это собьет ПВО. Но может чисто в теории попасть в Керчь. Ну и, конечно же, российские туристы облюбовали Севастополь. Город моряков и постоянных воздушных тревог, при которых следует покинуть место отдыха и уйти в убежище. Желательно, кстати, иметь с собой фонарик, потому что со светом в Крыму тоже дела атак себе. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Но в целом все хорошо. Так говорят официальные власти. Разве власть давала хоть раз повод ей не верить? Ну, я думаю, что наши власти везде все делают для того, чтобы наш отдых был безопасным. Этим летом в Крыму подготовили для отдыха 340 пляжных участков. И заметьте, далеко не на всех пляжах устроены блокпосты, на которых дежурят военные. И не везде есть донные мины. А мы туда идем. Купается. Даже, ты видишь, даже табличек нет, купание запрещено. Можно нам запретить? Ну да. Можно нам запретить? Ну, пишет, что дно не обследовано. Пожалуйста, не подвергайте себя опасности. Есть и такие пляжи, где можно загорать. И, в принципе, отдыхающие обычно не замечают контрольных полетов вертолетов и самолетов. А также курсирующих вдоль побережья военных кораблей. Тем более, что их практически не осталось. Иногда на побережье выкидывают подбитые дроны и бэки. Но посмотрите на это с другой стороны. Фото с таким предметом в разы увеличит просмотры на страницах в соцсетях. При выборе гостиницы желательно брать номер, где больше стен и меньше окон. А лучше обратить внимание на отдельные домики. Подальше от массовых локаций и крупных городов. Можно вообще с палаткой. Главное, не военной. Если у вас нет денег, вы можете поехать в Рыбачье. И там, в принципе, ни в чем себе не отказывать. Также в районе Рыбачьего есть огромный там палаточный городок. Ребята все приезжают, становятся и живут там с палатками. Гостиницы и базы подняли цены всего на 10%. Номер стандарт в Севастополе стоит от 8 тысяч рублей за ночь. В Ялте от 12 тысяч. Но, как говорится, чего мелочиться? Один раз живем. Эх, пить будем и гулять будем. А смерть придет, помирать будем. Кстати, перед тем, как снимать жилье, следует спросить у собственника, есть ли поблизости пляж. Ведь последствия осеннего шторма, повредившего множество пляжей и набережных, до сих пор не устранены. После штурмовека многие пляжи в Крыму пришли в негодность. И пляжи Николаевки тому не исключение. К примеру, в Николаевке в центре поселка пляжи почти полностью смыты. Лестницы к ним деформированы, а на дикие пляжи можно спуститься только в обход военных. Поэтому стоит заранее расспросить, будет ли где купаться. Стремление к морю не знает, преград не ведает страха. Друзья, сегодня воскресенье, дикий пляж недалеко от Николаевки, полностью загружен. Кстати, особенностью Крыма в этом году является то, что высокий сезон – это не когда много туристов, а когда растет цена на невостребованные лежаки. Лежаки стоят уже не 200, а 250. Что поделаешь, высокий сезон. Ну что ж, доехали, поселились, покупались, можно и покушать. Цены дорогие, офигенно дорогие. На еду там просто можно потерять сознание от этих цен. Поэтому берите с собой покушать, ну, либо берите много денег, если они у вас есть. Вот у нас лично нету, мы обычно берем с собой покушать. Если не наелись хлебом, то вполне можете утолить голод зрелищами. Взять хотя бы музей, который заслужили россияне. Вот так вот. Наши ребята не перехватили, теперь он как трофейная техника находится в музее. А под вечер можно и по набережной прогуляться, где все обустроено не так, как при Украине. В России все делают по-хозяйски, с прицелом на новый ремонт со свежих дотаций. Я помню, постоянно ржавые перила с толстенным слоем краски. И посмотрите, сейчас насколько красиво, вот нержавеечка, по-умному все поступили. Вот, кстати, вот нержавейка, но она возле моря, видите? Налет даже на ней такой небольшой, ржавчины. В последний предвоенный 2013 год количество туристов из России выросло в Крыму на 18%. 7 миллионов человек спокойно приехали в Украину, отдохнули и с хорошим настроением уехали домой в Россию. Но Путину это не нравилось. И даже то, что никто не препятствовал базированию Черноморского флота, его тоже не удовлетворяло. А потом и у них цап-царап. После кражи полуострова и развязанной войны в Крыму нет ни спокойного отдыха, ни флота. Единственный способ привлечь туристов и сделать этот курорт рентабельным – это бесплатные билеты в Крым. А деньги брать только за возможность выезда оттуда. Потому что 200 миллиардов в год на дотации – это капля в море. Капля стала плакать, что рассталась с морем. Кстати, дед никогда в Крыму не отдыхал и точно отдыхать не будет. Да и морские парады теперь принимает на безопасном расстоянии от полуострова. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании военно-морского флота России! За все платят рядовые россияне. Но есть и хорошая новость. Возможно, эта многоходовка с аннексией Крыма в 2014-м была сделана только для того, чтобы в определенный момент срочно уплывать оттуда во Францию на последнем пароходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова